Продолжение следует... В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Штрафуют ли водители иностранных государств за нарушение правил дорожного движения, выявленные камерами фото-видео фиксации? Сколько составляет штраф за тонировку стекол? Как его можно избежать? И можно ли обклеивать фары? Можно ли поменять иностранные права на российские без сдачи экзамена? Как правильно организовать поездку детской группы? Ну а в конце программы, по традиции, наша популярная и любимая вами рубрика «Тест ПДД», который сдаст специалист Центра аудиовизуального наследия Наталья Аргунова. Ну а в начале выпуска мы предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 8 по 14 апреля зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, где пострадали 22 человека, в том числе двое несовершеннолетних. Один человек погиб. Так, 8 апреля в Алданском районе водитель, управляя специализированным транспортным средством «Урал», двигался на выезд на пожар с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Проезжая на запрещающий сигнал светофора, не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Дюна», который двигался на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель ликого автомобиля был доставлен в центральную больницу с множественными травмами. Оба водителя были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности. 10 апреля мужчина, управляя автомашиной «Лада Гранта», не выдержав безопасную скорость движения, совершил наезд на фасад здания, а затем на опору уличного освещения. Прибывшими на место происшествия инспекторами ДПС было установлено, что мужчина находится в состоянии опьянения. 12 апреля в Намском районе зарегистрировано ДТП, где различные травмы получили два человека. Предварительно установлено, что водитель, управляя транспортным средством марки «Тойота Лэнд Крузер», на 136-м километре автодороги «Нам», не справился с рулевым управлением и совершил съезд до дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП пострадали два пассажира. Один госпитализирован с множественными травмами спины, второй получил закрытый перелом ребер. Оба пассажира были не пристегнуты. Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны и осторожны. Неукоснительно соблюдайте требования ПДД. Учитывайте погодные и дорожные условия при выборе скоростного режима, дистанции и бокового интервала. Избегайте резких маневров, которые могут привести к потере управления и стать причиной автоаварии. А мы двигаемся далее. Еще совсем недавно у нас бытовало мнение, что стоит обзавестись автомобилем на любом импортном учете. И можно навсегда забыть о камерах и штрафах. Однако это убеждение имеет мало общего с действительностью. Все подробности в нашем следующем материале. До 2019 года МВД России не располагала сведениями о собственниках транспортных средств, зарегистрированных за пределами Российской Федерации. Что создавало определенные трудности при привлечении к административной ответственности данной категории водителей за совершенные административные правонарушения, которые были зафиксированы комплексами фото-видеофиксации в автоматическом режиме. В 2019 году в целях реализации принципа неотвратимости наказания МВД России были проведены мероприятия по модернизации информационной системы госавтоинспекции, по результатам которых введен в эксплуатацию специализированный сервис, который позволяет получать информацию о собственниках, либо лицах, осуществивших ввоз данных транспортных средств на территорию Российской Федерации от Федеральной таможенной службы. Для привлечения к административной ответственности собственников транспортных средств зарегистрированных в странах Таможенного союза, это таких как Белоруссия, Казахстан, Республика Армения, Киргизия, используются под системы иностранные документы Федеральной информационной системы госавтоинспекции, в которой формируются массивы сведений о транспортных средствах, зарегистрированных в этих государствах. Инспекторами ДПС при осуществлении государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства в области безопасности дорожного движения в случае остановки транспортного средства с регистрационными знаками иностранного государства осуществляется фотографирование транспортного средства и регистрационных документов. Далее этой информацией вносится в Федеральную информационную систему госавтоинспекции. После внесения данной информации должностные лица Центров автоматизированной фиксации административных правонарушений на территории всей Российской Федерации могут выносить постановления по делам об административных правонарушениях, зафиксированных средствами фото-видеофиксации в отношении собственника данного транспортного средства. Постановление по делу об административном правонарушении будет направлено собственнику транспортного средства международной почтовой корреспонденции, независимо от страны проживания. Административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. В случае уклонения лицом, привлеченным к административной ответственности от исполнения административного наказания в виде штрафа, данное лицо может быть привлечено к административной ответственности по статье 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Использовать автомобиль в России могут как граждане Российской Федерации, так и иностранцы. Главное, чтобы у них были действительные водительские права, и они признавались на территории России. А в какой стране эти права были выданы, и, собственно, чьим гражданином является водитель, инспектору все равно. Хоть вы из Кыргызстана, хоть из Занзибара. Правда, есть некоторые особенности. Что за особенности такие, мы о них поговорим с Константином Березовским, начальником отделения по экзаменационно-регистрационной работе госавтоинспекции. Здравствуйте, Константин. Добрый день. Скажите, действуют ли иностранные права в России? Да, на данный момент времени они действуют. По иностранным водительским удостоверениям очень много изменений с 1 апреля этого года. на основании федерального закона 313, который вносит изменения в 25-26 статью 196 федерального закона о безопасности от дорожного движения. Скажите, как поменять иностранное водительское удостоверение на российское? Вообще, на данный момент времени есть несколько способов их обменять. Есть, опять же, на основании этого 313 федерального закона перечень граждан, которые подходят под обмен водительского удостоверения без сдачи квалификационных экзаменов. Это граждане, которые получили гражданство Российской Федерации, либо вид на жительство до 1 апреля этого года. При этом они имеют на руках национальное водительское удостоверение, действующее на момент обмена и выданное также до 1 апреля этого года. Скажите, нужно ли сдавать экзамен при замене водительских прав с иностранных на российские? Если да, то какие? Да, ну как я сказал ранее, значит, обмен водительских удостоверений без экзаменов для категории лиц, которые получили гражданство, либо вид на жительство до 1 апреля этого года, и водительские удостоверения, действующие на день обмена. А для тех, кто под эти условия и критерии не подходят, они обменивают через сдачу экзамена теоретическую часть на категорию B и обменивают именно только категорию B. Все остальные наивысшие категории обмену уже подлежать не будут, и с 1 апреля именно обучение с нуля по нашим программам, сдача экзаменов и так далее. А, то есть можно касаться только категории B, а все остальные категории полностью заново? Все с нуля. Все с нуля обучается. А скажите, в какой срок иностранные водительские удостоверения должны быть заменены на российские? Вообще иностранные водительские удостоверения признаются недействительными с момента, по истечению 1 года, с момента получения вида на жительство, либо гражданства Российской Федерации. Однако данные ограничения вообще не подходят под граждан Казахстана, Кыргызстана, Абхазии, Южной Осетии и Белоруссии. Это те страны, где русский язык признан официальным языком. Что касается обмена водительских удостоверений, данный федеральный закон будет действовать до 1 апреля 2025 года. То есть у нас есть практически целый год для обмена. А что происходит со стажем, с водительским стажем при замене прав с иностранных на российский? При обмене идет полный перенос как категории, так и стажем. То есть все полностью? Все как есть мы переносим из национального водительского в российский образец. И еще один вопрос. Каким водителям нужно будет сдавать экзамены на получение прав? Как я уже ранее сказал, экзамены будут задавать те граждане, которые получили гражданство, либо вид на жительство уже после 1 апреля. Либо те, у которых водительское удостоверение было недействительно, либо выдано после 1 апреля. Они сдают именно теоретическую часть категории B, если им нужна только категория B, а все остальные категории – обучение, стулья. Константин, спасибо вам большое. Друзья, я думаю, что была очень полезная и интересная информация. И если вам подошло время заменить ваши права на водительские удостоверения на российские, то нужно делать это незамедлительно. Спасибо большое. Общероссийская статистика прошлого года гласит, что за управление автомобилем, эксплуатация которого была запрещена к административной ответственности, привлекли более 3000 человек. Часть этих правонарушений связана с тонированными стеклами, которые пропускают менее 70% света, а также с различными устройствами, быстросъемной тонировкой, занавесками и экранами, которые ограничивают водителю обзор. Все эти устройства и приспособления также принято называть тонировкой. ПДД не запрещает полностью тонировку, хотя иногда за нее могут оштрафовать или даже арестовать на 15 суток. Далее расскажем обо всем подробнее. Основными положениями по допуску транспортных средств эксплуатации запрещается эксплуатация транспортного средства при следующих условиях. Если стекла, предусмотренные изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации, отсутствуют. Также установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность места водителя. За исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов, устройств размораживания или осушения ветрового стекла. Также светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителей, составляет менее 70%, а для транспортных средств, оснащенных броневой защитой, менее 60%. Тем не менее, водители у нас допускают такие нарушения, и в том числе неоднократно. Я напомню, что за данное правонарушение кодексом предусмотрен административный штраф в виде 500 рублей. Кроме того, выносится законное требование сотрудника полиции о прекращении противоправных действий. То есть, если у нас водитель уже ранее привлекался за аналогичное правонарушение, ему было выдано требование, но тем не менее он дальше продолжает нарушать, то на данного водителя распространяются санкции статьи, предусмотренные частью 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях. Скоро лето, школьные каникулы, а вместе с ними и печальные сообщения о ДТП с детскими автобусами. На каникулах ребят отправляют в лагеря на экскурсии, всячески стараются занять их досуг. Но безопасность этих путешествий зависит от того, соблюдают ли взрослые элементарные правила при организации поездок групп детей. Организованная перевозка группы детей – это перевозка группы детей численностью 8 и более человек, которые едут без родителей или иных законных представителей. Одним из обязательных требований является подача уведомлений об организованной перевозке. Сделать это можно двумя способами. Обратиться в подразделение госавтоинспекции на районном уровне, а также подать заявку в электронном виде на официальном сайте госавтоинспекции. Это гибдд.рф. В случае, если организованная перевозка группы детей осуществляется одним или двумя автобусами, такое уведомление подается в обязательном порядке не позднее 48 часов до начала перевозки в международном сообщении и не позднее 24 часов в городском и пригородных сообщениях. В случае, если детей перевозят на трех автобусах и более, перед началом такой перевозки подается заявка на сопровождение патрульным автомобилем не менее чем за 10 дней. При подаче заявки заполняются поля о заявителе, фамилия, имя, отчество, должность, контактные данные, информация о перевозке, регион, количество детей, цель перевозки, а также заполняются сведения о водителе и о транспортном средстве. Во время осуществления организованной перевозки группы детей у сопровождающего лица, то есть представителя, должны быть при себе приказ на перевозку список детей, список сопровождающих лиц, а также маршрут следования. После подачи заявки об организованной перевозке результат рассмотрения можно проверить по номеру ID уведомления, либо по государственному регистрационному знаку транспортного средства. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов. Ответит на них Наталья Аргунова, ведущая методист Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия имени Ивана Спиридоновича Жараева. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Какой у вас стаж вождения? Ну, я училась в 2011 году в ДОСАФе, с тех пор уже, ну, порядка 13 лет уже прошло, рыва уже поменяла. Да, ну, много времени прошло, вы волнуетесь? Очень сильно волнуюсь, да, потому что, ну, давно, честно, давно уже не повторяла правила дорожного движения, но тем не менее являюсь активным водителем, езжу постоянно. Надеюсь, практика мне поможет. Да, ну, желаем удачи и внимание на наш экран. Первый вопрос. Водителям мопедов разрешено двигаться. Варианты ответов только по правому краю проезжей части в один ряд. Второй вариант только по обочине, если не создаются помехи пешеходам. Третий вариант только по полосе для велосипедистов. И четвертый вариант во всех перечисленных случаях. Ну, я думаю, что мопед большую скорость не развивает. Возможно, ответ только по правому краю проезжей части для тихоходных. Вариант номер один. Вариант номер один. Принято. Следующий вопрос. Можно ли вам за перекрестком въехать во двор? Варианты ответов. Можно. Можно, если вы проживаете в этом доме. И третий вариант. Нельзя. Давайте нельзя. Ответ третий. Вариант три. Вариант номер три. Принято. Следующий вопрос. Чем необходимо руководствоваться, если нанесенные на проезжей части белые и оранжевые линии разметки противоречат друг другу? Варианты ответов белыми линиями разметки. Второй вариант оранжевыми линиями разметки. Третий. Правила эту ситуацию не регламентируют. Я думаю, что здесь нужно ориентироваться все-таки оранжевыми линиями разметки. Вариант номер два. Вариант номер два. Принято. Следующий вопрос. Какие из указанных знаков запрещают дальнейшие движения без остановки? Варианты ответов. Первый. А и Г. Второй вариант. Б и В. Третий вариант. В и Г. Четвертый вариант. Все. Ну, знак стоп. Он регламентируется при наличии светофора. Поэтому они одновременно со светофорами стоят. Ну, я думаю, что так знака просто как обозначение. Ну, пусть будет вариант Б и В. Вариант номер два. Это Б и В. Принято. Следующий вопрос. Разрешается ли вам выполнить разворот с заездом во двор задним ходом? Варианты ответов. Разрешается. Разрешается, если при этом не будут созданы помехи другим участникам движения. И третий вариант запрещается. Ну, если мы убедимся, что мы не мешаем участникам движения, то есть мы не видим пешеходов. Так. Я думаю, что второй ответ. Вариант номер два. Нет, пусть будет запрещается. Вариант номер три. Да. Принято. Чтобы не создавать аварийную ситуацию. Третий вариант. Следующий вопрос. Вам можно выполнить поворот налево? Это вопрос. Вам можно выполнить поворот налево? Варианты ответов только по траектории А, только по траектории Б. И третий вариант. По любой траектории из указанных. Ну, по логике вещей нам нужно перестроиться на крайнюю левую полосу. Но мы видим знак, который располагается сверху. То есть вторая полоса также допускает поворот налево. Поэтому по любой из указанных траекторий. Вариант номер три. Принято. Следующий вопрос. Кто должен наступить дорогу? Варианты ответов. Водитель, намеревающийся начать движение от тротуара. Второй вариант. Водитель, намеревающийся остановиться у тротуара. И третий вариант. В данной ситуации водителям следует действовать по взаимной договоренности. Ну, здесь однозначно, что водитель, который уже едет, он должен быть первым. А водитель, который ждет, ну, хочет выйти на трассу, он должен подождать и уступить место тому, кто припарковывается. Значит, вариант номер... Значит, вариант номер два. Водитель, намеревающийся остановиться у тротуара. Ой. То есть... Уступить дорогу должен... Водитель, намеревающийся начать движение от тротуара. Вариант номер один. Принято. Следующий вопрос. Кому вы обязаны уступить дорогу при повороте налево? Варианты ответов. Только встречному автомобилю, только пешеходам, встречному автомобилю и пешеходам. Так, ну, горит зеленый свет. Мы должны однозначно уступить дорогу встречному автомобилю, а также пешеходам. Третий вариант. Да, третий вариант. Принято. Следующий вопрос. Можно ли вам после опережения грузового автомобиля продолжить движение по левой полосе вне населенных пунктов? Варианты ответов. Можно. Можно, если вы управляете легковым автомобилем. И третий вариант. Нельзя. Наверное, нет. Потому что... Ну, позиция такая, что нужно ехать по крайней правой, если левая предназначена для обгона. Вариант номер три. Вариант номер три нельзя. Принято. Следующий вопрос. В каких направлениях регулировщик разрешает вам движение? Варианты ответов только прямо. Прямо и направо. И третий вариант во всех направлениях. Ну, если регулировщик стоит боком, тогда в нашем случае нам разрешено двигаться прямо и направо. Вариант номер два. Да. Принято. Это был последний вопрос. И сейчас, насколько правильно наша участница ответила на вопросы, все результаты проверит преподаватель учебного центра «Фаворит» Денис Федоров. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Вы ответили на 10 вопросов. Сейчас мы вас проверим. Первый вопрос. Водителям мопедов разрешено двигаться. Вы ответили ответом номер один. Только по правому краю, прежде части в один ряд. Ответ неверный. Ответ будет правильный во всех перечисленных случаях, так как мопед – это слишком маленький транспорт, так сказать. Во всех перечисленных случаях имеется правильный. Можно ли вам за перекрестком въехать во двор? В данном случае, смотрите, вы это ответили. Ответом нельзя. Но у вас стоит тут предписывающий знак «Движение только прямо», а не одностороннее движение. Этот знак действует только на первый перекресток, а стрелка указывает на следующем перекрестке, то есть ответ правильный будет «Можно». Чем необходимо руководствоваться, если нанесенные на проезжей части белые и оранжевые линии разметки противоречат друг другу? Вы это ответили оранжевыми линиями разметки, это ответ правильный, так как временный знак, как бы временный свет оранжевый, он приоритет всех знаков до ближайшего перекрестка. Какие из указанных знаков запрещают дальнейшие движения без остановки? Ну, здесь вы это очень правильно подумали и ответили правильным ответом «Б» и «В», так как у нас знаки запрещающие. Разрешено ли вам выполнить разворот с заездом во двор с задним уходом? В данном случае вы это ответили здесь запрещается, но ответ будет разрешается, если при этом не будут созданы помехи другим участникам движения. Почему? Потому что у нас имеется прилегающая территория, поэтому мы не имеем права для создания помех выполнить разворот с заездом за этим уходом. Вам можно выполнить поворот налево, тут вы тоже правильно учли того, что у вас предписывающий знак крайняя левая и средняя полоса поворачивает на ее лево, то есть вы это ответили по любой траектории из указанных. Кто должен уступить дорогу? В данном случае вы это ответили водитель, намерившийся начать движение от тротуара. Ответ верный. Так как тот, кто начинает движение, тот всегда обязан уступить дорогу по путным транспортным средствам. Кому вы это обязаны уступить дороге при повороте налево? Естественно же, зеленый автомобиль у нас движется прямо и у нас слева стоят пешеходы. То есть вы это ответили правильным ответом встречному автомобилю и пешеходам. Можно ли вам после опережения грузового автомобиля продолжить движение по левой полосе вне населенного пункта? В данном случае вы это ответили верно. Нельзя, так как левая полоса у нас, как вы сказали, предназначена для обгона. И если у нас правая полоса свободна, то, естественно, мы должны, обязаны двигаться по правой полосе движения. В каких направлениях регулировщик разрешает вам движение? Ну тут даже можно стих вспомнить, да? Если левый, правый бок, ядем прямо и направо, да? Ответ верный. Наталья, вы это ответили на 7 вопросов правильно, на 3 неправильно. В принципе, за большой стаж вождения этот очень хороший результат. Главное, повторите правила дорожного движения и, конечно же, соблюдайте их. Также напоминаю участникам дорожного движения соблюдать правила дорожного движения. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч в эфире.